Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Я продолжаю уборку у себя в мастерской и решил немного улучшить условия труда, а именно освещенность, чтобы и самому приятнее было работать и вам в видео лучше было видно все, что у нас происходит. С этой целью направился в строительный магазин. Денек сегодня классный, тепленько, солнышко светит, как будто и не осень. Думаю, установить светодиодные панели, они как бы и по цене не очень дорогие и эффективные. Нашел, нашел, ребят, светодиодные панельки. Есть холодный белый свет, есть такой нейтральный. Что-то вот здесь я смотрю, кажется, что света от них совсем мало. Может быть в темной мастерской будет лучше. Цена 21 белорусский рубль, это где-то 650 российских. Надо посмотреть, что еще есть, какие есть альтернативы. Как альтернативу можно взять светодиодный прожектор, такой как у меня висит под навесом. У меня их там 3, по 30 ватт и светят они очень здорово. Ну вот, есть поменьше на 20, есть на 50 ватт, а по цене практически то же самое. Что же, в итоге остановил я свой выбор все-таки на прожекторах. Панели как-то не понравились, а вот один из прожекторов отнес к менеджеру, проверили, светит нормально. Взял 20 ваттные, но взял 4 штуки. Думаю, получится у меня их развесить так, чтобы осветить нормально рабочую зону. Ну и попутно прихватил автономный пожарный извещатель. Пищалка такая, которая в случае задымления начинает верещать и предупреждает о пожаре. Кстати, гарантия на прожектора составляет 2 года, так что если они у меня эту зиму не переживут, то их можно будет заменить. Ну а сейчас отправляюсь домой, надо сегодня все вынести окончательно и вычистить. Приехал я, братцы, домой, пообедал и взялся за работу. И кажется, у меня неплохо получилось. Мастерская совершенно свободна, я все вынес, я справился, освободил все шкафы. И хочу сейчас вам показать несколько интересных предметов, которые здесь нашел. Во-первых, это гомельская горелка. Ну это по-белорусски водка. Не очень старая, вижу ТУ 93-го года. Но дату розлива определить не получается. По запаху что-то непонятное. То ли водка, то ли самогон. Я бы попробовал, но честно скажу, боюсь ослепнуть. Вот и не знаю, или ее выкинуть, или куда-нибудь поставить и пускай стоит до следующей уборки. Вдруг когда-нибудь ей исполнится 100 лет и кто-нибудь решится попробовать. Следующая интересная находка, это, братцы, крокодил. Я сначала подумал, что это ножны для какого-то кинжала. Но нет, просто крокодил из слоновой кости. Забавная зверушка. Даже сразу пришла мысль куда-нибудь на Урале ее прикрутить. Смотрелась бы бомба. Ладно, откладываем в сторонку. Ну и еще одна большая находка. Это ящик с инструментом. Ящик этот принадлежал моему прадеду. Звали его Михаил. И он был, как правильно сказать, столер или плотник. В общем, делал он оконные рамы. Делал наличники резные. Всем этим занимался. Смотрите, какие антикварные. Ну, я бы назвал это рубанок. Скорее всего, у него есть какое-то правильное название. Профессиональное. Но я его не знаю. Есть какие-то фасонные рубанки. Много-много всяческих столярных ништяков. О! Забавно. Дрель. Ручная. Ну, или коловорот. Вот жили же люди. Не было у них электрических дрелей. Не было болгарок. Не было электрорубанков. Все делали руками. Ящик этот, конечно, тоже остается. Теперь, пожалуй, отвечу на некоторые вопросы, которые вы задавали в комментариях к предыдущему видео. И был там вопрос по поводу канистры, которая у меня висит рядом с входом в гараж. Это, ребят, походная канистра бар. Мне ее друзья из Киева подарили на день рождения. И по умолчанию здесь находилась бутылка виски, стаканчики, баночки с кока-колой. Ну, а поскольку я особо не выпиваю, то она у меня выполняет функции гаражной аптечки. Иногда ведь бывает травматизм и приходится перекисью что-то обработать, бинтом замотать. Еще один вопрос был у нас касаемо этой трубы. Что это такое и почему здесь стоит? А это, братцы, вентиляция. И выходит она из погреба. У меня в мастерской есть погребок. Причем достаточно большой. Сейчас я вооружусь фонариком. И мы с вами туда попробуем спуститься. Честно говоря, я туда не спускался уже, наверное, лет пять. Если не больше. Все дело в том, что при постройке... Так, фонарик начинает у нас баловаться. При постройке так получилось, что этот погреб оказался очень сырым. Возможно, это как-то связано с проблемами вентиляции. Видите, у нас везде, везде капельки воды. Кстати, на этих балках, по сути, лежит весь мой пол мастерской. Тут рубероид, а сверху бетон. Надеюсь, там хотя бы арматура какая-то есть. И вот здесь в углу и выходит эта труба, которая идет на улицу. Но для грамотной вентиляции в погребе должно быть две трубы. Одна должна быть сверху под потолком, а вторая, приточная, должна опускаться к полу. Тогда в нее будет засасывать воздух, а через это уходить. Конечно, стоит, наверное, что-то с этим сделать. Но долбить перекрытие не вариант. Поэтому приточную трубу можно попытаться вмонтировать в люк и опустить до уровня пола. И у меня здесь родилась интересная мысль касаемо отопления. А что если печку поставить здесь, под землей? Ведь любая буржуйка, по сути, выдает где-то 30% своего КПД сама тепло отдает, а 70% отправляет в трубу. Вот и вывести в эту трубу дымоход. А наверху установить большую 200-литровую бочку, которая выполняла бы функцию теплообменника. И уже от нее увести дымоход на улицу. Не знаю, будет ли это работать, но рад был бы, если бы вы написали свои мысли по этому поводу. Не очень, конечно, удобно каждый раз спускаться в погреб, чтобы затопить печь. Зато безопасно, ничего точно не загорится. Хотел я сегодня еще развесить светильники и их подключить, но, честно скажу, уже устал. Да и провода искать в темноте неудобно. А что сегодня можно сделать, это взять веник и хорошенько обмести все стены и потолки от пыли и паутины. Почему хочу это сделать сегодня? Потому что сейчас тут поднимется такое количество пыли, что дышать будет уже нечем. А за ночь она осядет и все проветрится. Ну вот, немного погонял пыль, а заодно и пауков. И да, братцы, я понимаю, что эти видео далеко не так интересны, как, например, путешествие или постройка Ахламона. Но раз уж мы договорились, что работаем в режиме влога, то я снимаю то, что для меня актуально именно сейчас. Я мог бы пропустить обустройство мастерской, освещение, отопление, разборку всех этих завалов и перейти сразу к дефектовке ураловского мотора. Но это случится самое раннее, через неделю. И эту неделю, получается, ролики выходить не будут. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. А на сегодня у нас все. Всем спасибо, что смотрели. Всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok